Добрый день еще раз. Разрешите представить вашему вниманию обзор последних конференций тема неодевантной и одевантной терапии трежды негативного рака молочной железы. В ходе доклада я постараюсь ответить на вопрос, что же такое трежды негативный рак молочной железы и как молекулярная гетерогенность связана с выбором оптимальных схем системной терапии. Говоря в общем, в начале 2000-х годов Чарльз Перуис авторы на основании корреляции и вариации набора экспрессирующих генов и результатов лечения на системную терапию выделили несколько типов рака молочной железы. Люминальный А, люминальный В, ХР2-позитивный и трежды негативный рак молочной железы. Актуальность данной проблемы связана в первую очередь с тем, что последние несколько лет насчитывается около 120 исследований по данным Clinical Trials GOP, связанных с трежды негативным раком молочной железы. Как известно, трежды негативный рак молочной железы характеризуется отсутствием экспрессии стероидных рецепторов и рецепторов эпидермального фактора роста. Встречается он в среднем около 8 до 20% больных и относится к низкодифференцированной опухоли с высоким методическим потенциалом, агрессивным течением и отсутствием специфических мишеней для терапии. Таким образом, связывая на данном графике различные все 4 типа рака молочной железы по показателям общей безрецидивной выживаемости, прогностически трежды негативный рак является фактически самым худшим. Говоря в частности о суррогатах трижды негативного рака молочной железы, самым частым из его подтипов является базально подобный, так называемый истинный базально подобный рак. Составляет он около 70% из всех суррогатов трижды негативного рака и характеризуется отличительной экспрессией цитокератинов 5, 6 и 17. Итак, всем известный парадокс трижды негативного рака молочной железы. По данным ДЕНТа, медиана времени от прогрессирования до смерти у данных пациентов составляет от 9 до 22%. Как я говорила по предыдущему слайду, прогностически является худшим. При этом парадокс трижды негативного рака является сочетание худшей выживаемостью с высокой чувствительностью к системной терапии. Одним из самых цитируемых исследований является исследование Литки от 2008 года, в котором было проведено ретроспективное исследование. В него вошли 1118 пациенток с различными подтипами рака молочной железы. Из них 255 пациентов было трижды негативным раком. Оценивался эффект на фоне различных схем химиотерапии. И что же получилось? У пациентов с трижды негативным раком молочной железы была самая высокая чувствительность к химиотерапии. Частота подморфологического регресса у них составила 22% по отношению к 11% других подтипов рака молочной железы. При этом трехлетняя безрецидивная выживаемость составила 63% против 76% других подтипов. Но, что важно, если сравнивать подморфологический регресс и резидуальную опухоль, 94% против 68%. В этом и заключается парадокс трижды негативного рака молочной железы. Несмотря на агрессию данного заболевания, исход в виде полного подморфологического регресса на системную терапию является предиктором благополучного исхода, прогностически благополучных для данной группы пациентов. Из этого следует, что именно основной целью неодевантной химиотерапии для данных групп пациентов является достижение полного подморфологического регресса. Я несколько слов сказала о различных подтипах трижды негативного рака молочной железы. На данный момент их около 7 и наиболее частно является истинной базально подобной. И так как основной точкой обзора для прогноза данных пациентов является неодевантной, то есть достижение хорошего эффекта, в частности полного подморфологического регресса на фоне неодевантной химиотерапии, я постараюсь рассмотреть несколько шире. Итак, отдельное внимание в последние годы занимает использование препаратов платины для трижды негативного рака молочной железы, в частности ассоциировано с геном, с мутацией в гене БРК. Платинная чувствительность реагирует в большей степени у пациентов с БРК мутацией. Как правило, БРК ассоциированный рак молочной железы является базально подобным, но редко, но большинство базально подобного рака молочной железы не связано с мутацией в данном гене. Около 10% из всех видов рака молочной железы является наследственная форма. Мутация в гене БРК-1 чаще, чем в БРК-2, и при этом риск развития составляет от 54 до 75% в гене БРК-2 и около 45% в гене БРК-2. В общей популяции мутация в гене БРК-2 составляет до 0,3%. Если рассматривать наиболее цитируемое исследование, Бёрстке – это польское исследование, в него вошло 107 пациентов с больных с мутацией в гене БРК. При этом частота полного подморфологического регресса исследовалась группа пациентов, которым назначалась либо химиотерапия по схеме АЦ, АТ, либо монотерапия препаратом платины, цисплатин в частности. При этом частота полного подморфологического регресса в соответствии, сравнивая эти группы пациентов, составила 8%, 22% и 70% на монотерапию препаратом платины. Аналогичное исследование было проведено информ в Германии не так давно. Схема фактически была такая же. Сравнивались две схемы препаратов АЦ и цисплатин в монотерапии. Около 170 пациенток было. При этом превосходство в достижении полного подморфологического регресса достигло 20% в группе пациентов, которым была назначена монотерапия препаратом циплатины. Достаточно очевидное превосходство. Но если в целом говорить об исследованиях, связанных трижды негативным и не обязательно связанным с мутацией в гене БРК, это два больших исследования Гепарсикста и ГАЛБ-4063 под эгидой Альянса. В этих группах основным препаратом для исследования был карбоплотин. Первый рукав Гепарсикста, первая группа препаратов входила бевоцизумаб, карбоплотин и непигилированный доксорубицин. Во второй группе добавление карбоплотина. При этом разница в достижении полного подморфологического регресса достигала 17%. Во второй группе фактически аналогичное исследование только схема химиотерапии была изначально АЦ-4 цикла, дальнейшая рандомизация на монотерапию либо по клитокселам и вторая схема по клитокселам с карбоплотином. Изменение разницы в достижении полного подморфологического регресса достигло 13%. Итак, в целом суммируя все схемы и разные исследования, связанные с вовлечением карбоплотина в новодевантную терапию трижды негативного рака молочной железы, за исключением первого исследования, доказывают необходимость и улучшение результатов достижения полного подморфологического регресса при добавлении к схеме лечения карбоплотина. Отдельное достаточно свежее исследование, исследование Brightness, которое связано тоже с трижды негативным раком молочной железы. Его особенностью являлось разделение всех пациентов на три группы. В первой группе было введение препаратов поклитоксела, карбоплотина и билипориба, во второй поклитоксел с карбоплотином и в третьей только поклитоксел. На схемах отчетливо видно, что достижение добавления билипориба значительно не изменило исход достижения полного подморфологического регресса по показателям. При этом в сносках в объяснении данного исследования говорится, что кардиотоксичность карбоплотина была значительна, но при этом она не повлияла на исход заболевания и на исход лечения. То есть все пациенты прошли полное исследование. Таким образом, добавление билипориба к данным препаратам, карбоплотину и поклитокселу, значения большого не оказало. Но если отдельно сравнить карбоплотин с поклитокселом и отдельно поклитоксел, то карбоплотина оказывает значительное влияние. Что же касается адювантной химиотерапии трижды негативного рака молочной железы, это большое исследование ADAPT. В него вошли пациенты, около 5000 пациентов, причем с разными по типам рака молочной железы. Для группы трижды негативного рака исследовалось влияние платины на поклитоксела и парп-ингибиторов. При этом отчетливо видно, что изменения при добавлении на поклитоксела в отличие от поклитоксела разницы большой нет. Но мы изначально оговаривали такой вопрос, что прогноз трижды негативного рака молочной железы напрямую связан с достижением полного подморфологического регресса. Но если такое не произошло, пациенты не достигли полного подморфологического регресса, что делать дальше, как бороться с резидуальной опухолью. Это большое исследование креито-Х, в котором оговаривалась необходимость добавления ксилоды капицидобина в таких группах пациентов. При этом общая выживаемость пациента порядка 5% разница добавления ксилоды по отношению к контрольной группе. Но нельзя забывать и об иммунотерапии. Так как одним из подтипов трижды негативного рака молочной железы является базально подобный иммуноактивированный подтип, соответственно, иммунотерапия здесь может быть такой активной точкой приложения. Таким образом, существует два больших исследований, кейноты из SPI-2 trial. В нем исследовалось добавление пембролизумаба с поклитокселом плюс в совокупности с карбоплатином либо без карбоплатина. Изменение в добавлении в группе с платиной увеличило достижение полного подмархологического регресса на 20%. И второе исследование, в нем исследовался поклитоксел с пембролизумабом, соответственно, влияние только иммунотерапии. Влияние иммунотерапии достигло разницы в 40%. Ну и отдельно, что касается антибидель, один исследование в трежненегативном раке – это исследование гепардного. В нем связывалась разница, сравнивалась контрольная группа с вовлечением иммунотерапии. Разница составила порядка 9% значимый показатель. И отдельно без иммунотерапии либо с иммунотерапией порядка 20%. В частности, здесь использовался дуболюмаб. Небольшой раздел. Достаточно мало исследований в данной группе пациентов. Так как при исследовании многистохимического статуса трижденегативного рака молочной железы мы также определяем андрогеновые рецепторы, то наличие позитивных андрогеновых рецепторов дает отдельную возможность для приложения в условиях либо рецидивирования, либо даже для сравнения в неоадювантном режиме. Небольшое исследование, при этом в нем клинический выигрыш состоял 21% при добавлении бикалутамида для андрогенпозитивного трижденегативного рака молочной железы. Если в целом говорить об эскалации и деэскалации в лечении трижденегативного рака молочной железы, то условными выводами можно считать необходимость добавления платины, неоадювантную терапию рака молочной железы, необходимость добавления ксилоды, капицидабина при резидуальном заболевании на фоне неоадювантной химиотерапии. И исследования, в принципе эти исследования еще ведутся, иммунотерапия и использование парп-ингибиторов, либо антиандрогенов бикалутамида в неоадювантном режиме, либо при условии метастазирования в послеоперационном периоде. И что касается деэскалации в лечении трижденегативного рака молочной железы, клинический низкий риск. Ранняя стадия трижденегативного рака молочной железы не является показанием для химиотерапии, при этом различные подтипы в группе трижденегативного рака молочной железы не могут учитываться для неназначения химиотерапии. Неоадювантная химиотерапия, успех от неоадювантной химиотерапии может снизить объем оперативного вмешательства, но при этом антрациклины являются все-таки важным составляющим компонентом для одювантной терапии трижденегативного рака молочной железы, даже при достижении полного ботоморфологического регресса. И хотелось бы пару слов сказать об исследованиях, которые проводятся на нашем отделении, аналогично этой теме. Проводится открытое рандомизированное исследование препарата эрибулин в сравнении с препаратами платины в неодевантном лечении рака молочной железы. Трижденегативная группа больных, первая группа которых подвергается лечению по схеме эрибулин-поклитоксел, вторая группа это поклитоксел-карбоплотин. Исследование еще не закончилось. Я думаю, в ближайшее время мы уже результаты данного исследования озвучим. В результате, в операционном материале, как раз согласно предыдущему слайду, одювантная химиотерапия по схеме АЦ у нас также проводится как обязательный компонент. Второе исследование внутреннего протокола это неодювантная терапия больных рака молочной железы, ассоциированного с мутацией Евгения БРК. Проводится 4 цикла химиотерапии, опять же, стандартной по схеме АЦ, опять же, согласно стандартам общемировым. Дальнейшее разделение пациентов на монотерапию препаратом поклитоксел либо карбоплотин для оценки эффективности и оценки токсичности данных препаратов. Результаты тоже в скором времени будут представлены. Ну и третье исследование, которое было совсем недавно у нас, началось совсем недавно, пациентки трижды негативным раком молочной железы, которые подвергаются лечению по схеме карбоплотин АУК-5, доксорубицин 50 мг на метр квадратный и поклитоксел 175 мг на метр квадратный. Шесть циклов химиотерапии, этапы оценки лечебного эффекта на фоне химиотерапии, последующие хирургическое вмешательство. Ну и в целом, суммируя, что же все такое трижды негативный рак молочной железы, это особый подтип, в котором различные подтипы могут зачастую играть фатальную роль в исходе заболевания. Есть очень важный момент отсутствия мишеней основных для лечения, для выбора нелодеватной терапии, но возможность разделения и индивидуализации лечения, надеемся, поможет в дальнейшем улучшить прогноз именно данной группы пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Аудитория, у кого вопросы возникли? Все ясно? Аудитория, у кого вопросы возникли? Аудитория, у кого вопросы возникли? Да!